Здравствуйте, мои дорогие. Это учение монахов. То, о чем не учишь в школе. Просто фантастические знания. А мы постоянно откладываем все. Мы всегда живем в завтра, который никогда не приходит и не может прийти. Это невозможно. То, что приходит, приходит всегда сегодня. А мы продолжаем жертвовать сегодня ради завтра, которого нигде нет. Потом он продолжает думать о прошлом, которое ты разрушил, которым ты пожертвовал ради чего-то, что не пришло. И он продолжает откладывать его на дальнейшее завтра. Ты продолжаешь думать, что то, что ты упустил, ты сможешь наверстать когда-то в будущем. Ты никогда этого не наверстаешь. Это постоянное напряжение между прошлым и будущим. Это постоянное упускание настоящего. Этот внутренний шум. Пока он не остановится, ты не можешь упасть в ончание. Поэтому первое. Попытайся быть тотальным в каждом мгновении. Второе. Твой юг такой шумный. Потому что ты всегда думаешь, что его создают другие. Что ты не ответственный. Поэтому ты продолжаешь думать, что в лучшем мире, с лучшей женой, с лучшим мужем, с лучшими детьми, в лучшем доме, в лучшем районе, все будет хорошо. И ты будешь в молчании. Ты думаешь, что ты не в молчании, потому что все вокруг тебя неправильно. Как ты можешь быть в молчании? Если ты думаешь таким образом, если это твоя логика, тогда лучший мир никогда не придет. Где бы ты ни был в этом мире, везде есть соседи, и везде есть жены, и везде есть мужья и дети. Ты можешь создать иллюзию того, что где-то существует рай. Но везде один только ад. С таким видом ума везде лишь ад. Этот ум и есть ад. Однажды, мол, она среди день с женой пришли домой поздно ночью. Дома по краю. И жена стала причитать и плакать. Потом она сказала, моля, это ты виноват. Почему ты не проверил замок, когда мы уходили? К этому времени собралась всех круга. Это была такая сенсация. Обокрали дом, мол, и насредина. Все присоединились к ее песне. Один сосед сказал, я всегда этого ожидал. Почему ты этого не ожидал? Ты так беспечен. Второй сказал, у тебя были открыты окна. Почему ты их не закрыл, прежде чем уйти из дома? Третий сказал, кажется, у тебя плохие замки. Почему ты их не заменил? И все они показывали пальцами на муну на средину. Он сказал, одну минуту. Я не виноват. Все соседи сказали в один голос. Кто же тогда, по-твоему, виноват? Как насчет самого вора, сказал мола. Ум продолжает во всем обвинять кого-то другого. Жена перекладывает ответственность на муну на средину. Вся круга перекладывает ответственность на муну на средину. А этот бедняга не может приложить ее ни на кого из присутствующих. Поэтому он говорит, как насчет вора. Мы постоянно во всем обвиняем других. Это дает тебе иллюзорное ощущение собственной правоты. Кто-то другой сделал что-то неправильное. А, Б, В. Этот подход – один из основных подходов ума. Во всем не прав кто-то другой. И каждый раз, когда мы можем найти козла от ущения, нам становится легче. Время сброшено. Для ищущего такой ум ничем не помогает. Это препятствие. Такой ум – препятствие. Мы должны осознать, что какой бы ни была ситуация, что бы с тобой ни происходило, ответственен ты и никто другой. Если ты ответствен, тогда что-то возможно. Если ответствен кто-то другой, тогда невозможно ничего. И это основной конфликт между религиозным и нерелигиозным умом. Нерелигиозный ум всегда думает, что ответственен кто-то другой. Измените общество. Измените обстоятельства. Измените экономические условия. Измените политическую ситуацию. Измените что-то. И все будет в порядке. Мы изменяли все столько раз, но ничто не в порядке. Религиозный ум говорит, что какой бы ни была ситуация, если у тебя такой ум, ты будешь в одном. Ты будешь в страдании. Ты не сможешь достичь молчания. Прими ответственность на себя. Будь ответственным, потому что только тогда что-то можно сделать. Ты можешь сделать что-то только самим собой. Ты не можешь изменить никого другого в этом мире. Ты можешь изменить только самого себя. Это единственная возможная революция. Единственная возможная трансформация это трансформация самого себя. Но об этом можно думать, лишь когда мы чувствуем себя ответственно. Ну что ж, вот и закончилась вторая часть монашеского учения. Впереди еще ждет много приятных частей. Подписывайтесь и ставьте лайк. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok